Армянский национальный комитет Америки, также известный как Энчи, приветствовал заявления ряда американских конгрессменов, призывающих администрацию Байдена привлечь Азербайджан к ответственности. В числе конгрессменов прекрасно знакомые нам лица, Фрэнк Полони, Адам Шиф, Гас Белеракис и Дэвида Валада. Повторение надуманных тезисов показывает, что Энчи находится в полном отчаянии. Этот квартет вновь заговорил о надуманных преступлениях, которые удалось разглядеть только продажным американским конгрессменам и радикалам из Энчи. Спустя годы после Второй войны в Карабахе армянское лобби никак не угомонится и не осознает, что администрация Байдена не заинтересована в том, чтобы идти против международного права ради армян. Особенно интересна весьма странная отсылка к международному праву со стороны американских конгрессменов и Энчи. Аргументируя, что преступлением щемляют права армян, армянские радикалы и купленные ими политики словно забывают о правах азербайджанцев и реальных задокументированных преступлениях Армении. Также Энчи со своими американскими друзьями забывают о том, что именно Азербайджан предлагал инициативы для реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Тот факт, что карабахские армяне не желают идти по этому пути, не может использоваться в качестве аргумента против Азербайджана. Отчаявшаяся Энчи пытается любой ценой вернуть тему Армении и карабахских армян в список политических дискуссий, ведущихся в США. Не понимая того, что американскому политическому руководству неинтересно разбираться в выдуманных претензиях армян, в то время как в мире бушуют реальные политические пожары. Еще один момент, который хочется отметить. Спевшиеся с радикальными армянами американские конгрессмены жертвуют стратегическими интересами США ради своего финансового благосостояния. Своими действиями они стремятся торпедировать отношения между Баку и Вашингтоном. Более того, призывая администрацию Байдена принять какие-то меры, эта группа проармянских политиков рискует сделать из США страну, которая отвергнет верховенство международного права. И это отправит серьезный сигнал международному сообществу о допустимости игнорирования международного права, что сделает ситуацию в мире более волатильной. Другой вопрос заключается в том, почему в США не возьмутся за эту группу политиков, у которых явно присутствуют конфликты интересов. Ведь очень часто возникают ситуации, в которых Шифф, Полония и им подобные ставят интересы Армении, а если точнее радикальные группировки Энчи выше интересов американских налогоплательщиков. Вне зависимости от желаний армянских радикалов и продажных американских политиков, официальная позиция США по этому вопросу ясна. Вашингтон не намерен слушать сказки армянских радикалов, которые уже порядком всем надоели.